Всем привет! Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня, дорогие мои друзья, я хотела бы провести с вами ритуал онлайн. Избавляемся от стереотипов. Недавно я ходила на прекраснейшее лазерное шоу, которое вы сейчас наблюдаете на своих экранах. Это шоу «Игра со светом». Но это не просто игра со светом. Вы видите на экране, что это шоу можно было показать только когда наступает ночь. Так вот, дорогие мои друзья, когда вы будете смотреть на свои экраны, когда у вас будет в жизни темно, и вам кажется, что сейчас нет выхода из какой-то сложившейся ситуации, просто безвыходная ситуация. Поверьте, вот именно в такие моменты в вашу жизнь входит свет. Вы сейчас смотрите на экраны и представляете, как в вашу жизнь, в старую, отжившую, приходит луч света. Луч света в темном царстве. Вы видите, что здесь идёт разрушение старого, отжившего, и наступает что-то новое. Картинки сменяют одну за другой. Разрушается старая картинка, и наряду к ней идёт новая картинка. Начинается как будто бы новая жизнь, как будто бы вы возрождаетесь, как будто бы отбрасываете, как ящерица отбрасывает хвост, вот вы отбрасываете что-то ненужное, отбрасываете старые стереотипы, ломаете их, и начинаете жизнь заново, с чистого листа. Да, смотрите на экраны. Это поможет вам приобрести смелость, решительность, сделать какой-то серьёзный шаг в своей жизни. Возможно, вы очень долго собирались сказать кому-то какие-то очень важные слова. Время настало. А может быть, эти слова вы хотите сказать сами себе? Так скажите, начните жизнь с чистого листа. Разрушьте все старые стереотипы. Начинайте жить. Начинайте радоваться жизни. Сядьте у экрана поудобней. Смотрите вперёд. Вперёд в своё светлое будущее. Вперёд. Там, за горизонтом, вас ждёт новая, светлая, перспективная жизнь. Удачного просмотра вам! Вы можете сейчас включить лёгкую музыку. А может быть, вам захочется включить какую-то сумасшедшую музыку? Включите. Может быть, эта музыка будет задумчивой. А может быть, ласковой. А может быть, это будет рок-н-ролл? Или хэви-металл? Прислушайтесь к себе. Что вы хотите сейчас услышать? Возможно, классическую музыку вы хотите услышать в данный момент. Вы можете посмотреть это видео однажды. А во второй раз вы можете уже включить другую музыку. Вы можете смотреть это видео в тишине. Просто смотрите. 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 Что вы чувствуете сейчас? Прислушайтесь к себе, к своему телу. Быть может, сейчас у вас участился пульс. А может быть, вам хочется спать. А может быть, наоборот. Вам хочется сейчас все бросить и уехать куда-то. Прислушивайтесь к себе. Кто-то из вас сейчас почувствует легкий холодок в руках, в ногах, в голове. А кого-то сейчас кинет в жар. Кто-то почувствует легкое покалывание. Кто-то непреодолимое желание. Начать свою жизнь заново. А кто-то сейчас захочет выключить этот сеанс и больше не возвращаться к нему. Но только подумайте, дорогие мои друзья, что такой шанс может быть один раз в вашей жизни. Подумайте о том, сколько раз вы отказывались от того, чтобы начать жизнь заново. с чистого листа, поломать все стереотипы, расправить крылья и полететь. полететь куда-то далеко-далеко, в неведомые дали. Увидеть, возможно, другую жизнь, другого себя. открыть себя, посмотреть на себя со стороны. Неужели вам этого никогда не хотелось? Подумайте. Подумайте. Подумайте, дорогие мои друзья, как вы смотритесь со стороны. Всегда ли ваши поступки верные? Всегда ли вы поступаете правильно в этой жизни? Всегда ли вы делаете то, что хотели бы, чтобы и окружающие люди делали так же? Может быть, вы кого-то обидели? Вспомните ту ситуацию, когда вы были неправы. Подумайте, всегда ли вы делали все правильно? Может быть, сейчас вы захотите что-то исправить? Может быть, вы захотите попросить прощения у кого-то? Но в первую очередь я предлагаю попросить прощения у самого себя. За что? Да за то, что вы долгое время спали. Да, да, спали. Конечно, вы просыпались по утрам, чистили зубы, умывались, ели и шли на работу. Приходили с работы, опять садились есть, смотреть телевизор и ложились спать. А на следующий день все повторялось вновь и вновь. И этот день сурка постоянно и бесконечно преследовал вас до сегодняшнего дня. Но если вы сейчас смотрите это видео, и если сейчас вы слушаете меня, то ваша жизнь меняется. Меняется, ломается, все старое рушится, и вы рисуете себе новую, красивую, прекрасную жизнь. Вы будете жить так, как вы захотите. У вас будет все то, что вы хотите. Вам только стоит захотеть. И это все исполнится. Наверняка вы сейчас не чувствуете своих рук и ног, потому что это всего лишь тело, тяжелое тело, физический материал. сейчас вы далеко от него. Сейчас только ваш разум, сознание и подсознание слились поедино, и вы чувствуете нечто то, что, может быть, не чувствовали со времен вашего рождения. Детство, когда вас убаюкивала мать в колыбели или прижимала вас к своей груди, и вам было так тепло, уютно, комфортно, вы сразу засыпали и чувствовали облегчение, вы чувствовали защищенность, вам было очень хорошо и беззаботно. А сейчас на счет 3 вы вернетесь в свое физическое тело. раз, вы чувствуете тяжесть ног, два, вы чувствуете тяжесть рук, три, вы чувствуете тяжесть бремя, которое свалилось на вас за последнее время. И вы, дорогие мои друзья, должны будете избавиться от этого бремени самостоятельно, без участия своих родителей, без участия своих взрослых возможных детей, без участия супруги или супруга, а также без моего участия. Вы сами должны освободиться от этого бремени. что нужно для этого? Я вам только что сказала. И кто слушал меня внимательно, тот уже понял, что нужно делать. делать. Если ваше осознание еще не пришло к той точке отсчета, если вы еще не поняли, что нужно вам делать, пересмотрите это видео от начала до конца. вы можете это делать и сегодня, и завтра, и послезавтра, до тех пор, пока не поймете, что вам нужно сделать, какой выход из создавшейся ситуации вам нужен. Вы знаете, я сейчас вспомнила притчу о мудреце и хитреце. Однажды хитрец пришел к мудрецу, в руках он держал бабочку и спросил хитрецу мудреца, как ты думаешь, бабочка живая или мертвая? А сам тем временем подумал, если мудрец скажет, что бабочка живая, я раздавлю ее, а если мудрец скажет, что бабочка мертвая, я выпущу ее. Вот так вот хитрец хотел обмануть мудреца, но мудрец в ответ ему сказал, все в твоих руках. так так вот, дорогие мои друзья, кто из вас сейчас сетует на то, что не может ничего сделать в этой жизни, что ничего от него не зависит, что виновата правительство, виноваты все в округе, но только не вы сами. Поверьте, вы сейчас выступаете в роли хитреца. Вы ищите виновных в своих ошибках, вы ищите виновных в вашей ситуации, вы обвиняете всех и вся, но только не себя. А ведь мы сами виноваты. Сами. Только мы виноваты в том, что мы чего-то не умеем, не имеем, не достигаем. Подумайте над этим. Подумайте. Когда-то у вас все получалось, вспомните эти моменты. Вернитесь туда, вернитесь в свое прошлое. Схватите этот момент, как птицу счастья за хвост схватите ее. Держите, не упускайте. Держите. Вспомните, что вам тогда нужно было. Даю вам подсказку. А дальше вы сами и только сами. Если вы хотите сейчас опять уйти от этой реальности, давайте попробуем еще раз. вы можете смотреть на экран, вы можете закрыть глаза, расслабьтесь. Ваши руки, ваши ноги, ваше тело немеет. вы больше не чувствуете его. Вы как будто бабочка отделились и выпорхнули из тела. Вам хорошо, вам легко, вы все видите с высоты. вам хорошо, легко, непринужденно. Вместо рук крылья, вместо ног невесомость. Вы не чувствуете тяжести. вы видите все, все и даже то, что не видели раньше. Посмотрите по сторонам, посмотрите налево, направо, наверх, вниз, вперед, назад. А стоит ли смотреть назад? Нет, не стоит. Смотрите вперед. Как можно выйти из этой ситуации? Вы видите? Видите? Вы летите в темноте, но вы видите свет. Вы видите свет, летите туда. Быстрее летите. Вы летите и видите свет. и вот он заливает вас полностью, полностью. Вы даже, может быть, сейчас прищуритесь, вам стало светло, тепло, уютно, хорошо, и нет больше никаких проблем. Никаких. Вы чувствуете? А сейчас на счет три вы вернетесь в свое тело и уже точно будете знать, как решить вашу проблему. Один, два, три. Вдохните поглубже. Наполните кислородом вашу грудь. Да, это тело, ваше тело, оно тяжелое, но вы сейчас чувствуете легкость. Вы вдохнули эту легкость, вы прозрели, вы увидели, увидели, как нужно решить эту проблему. Смотрите, 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 подсознание, досмотрите это видео, ваше подсознание точно будет знать, что делать дальше. Даже если это будет неосознанно, ваши поступки, действия не удивляйтесь ничему, что будет происходить с вами завтра, послезавтра, в ближайшее время, если вам хочется есть ночью, ешьте, не ограничивайте себя ни в чем, не нужно этих глупых диет, не нужно ущемлять себя в чем-то, поверьте, если вы рождены быть кругленькой, пухленькой, значит, ваша судьба именно в этом теле, а вот когда вы себя переделываете, заставляете страдать свое тело, истязать свое тело глупыми диетами, какими-то ограничениями, поверьте, судьба уходит от вас, если вам захочется на улице просто расхохотаться, или запеть песню, или прыгать, как девчонки или мальчишки вниз по лесенке, сделайте это, и если вы захотите взять маленького котенка к себе домой, берите, делайте добрые дела, совершайте глупые поступки, совершайте веселые глупые поступки, и поверьте, решение придет само. я надеюсь, дорогие мои друзья, вам понравилось это видео, я надеюсь, что в конце этого видео вы почувствовали себя немножечко сильней, немножечко укрепились в своей вере, немножечко стали просветленней, и я думаю, что очень у многих после этого видео, после этого ритуала онлайна, круто поменяется жизнь. пишите в комментариях, что у вас меняется в жизни, что происходит, какие события в вашей жизни пошли на улучшение. Я люблю вас всех, люблю, и желаю вам, чтобы этот ритуал онлайн помог вам сделать серьезный шаг для достижения каких-то своих целей. Смотрите это видео каждый день до того момента, пока вы не обретете силы, смелость и решительность. Люблю вас всех, желаю вам всем здоровья, счастья, финансового благополучия, огромной неземной любви, взаимной любви, побед и только побед на вашем жизненном пути. Пока-пока. Пока-пока.